Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Формула успеха» в студии Анны Федорова. Как найти свое призвание и преуспеть в нем? Как служить людям и осуществить свои мечты? Об этом мы не только будем говорить сегодня, а с нашей замечательной гостьей. Итак, сегодня у нас в студии профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат педагогических наук, автор более 50 научных работ Елена Багреева. Елена Геннадьевна, добро пожаловать к нам. Я очень рада сегодня вас приветствовать в нашей студии. Спасибо большое, добрый день. Я в свою очередь, конечно, должна поблагодарить вас за, не знаю, может быть, даже и неоправданное какое-то внимание ко мне, но оно приятно очень, и если смогу какие-то рассказать секреты, то буду рада. Спасибо огромное, Елена Геннадьевна. Мне действительно очень интересно с вами побеседовать, потому что это только малая часть того, что у вас за плечами. Путь большой, послужной список тоже. Вот такое понятие, как успех. Что это для вас? Как вы себе это представляете и считаете ли вы себя успешным человеком, пройдя вот такой огромный путь и проходя его на данный момент? Сложный какой вопрос? Ну, просто совсем сложный. Иногда считаю, что успех точно есть. А иногда считаю, что можно было бы больше, дальше, глубже. Это совсем сложные категории. Мне кажется, когда есть неудовлетворенность человека, то успех придет. Если мы всегда ощущаем, что все хорошо с нами, наверное, может быть, так и будем только мы ощущать, и может быть, этот успех будет слишком локальным. Мне кажется, что для меня, по крайней мере, мне нужно понимать, наверное, более масштабные какие-то вещи, масштабные процессы, чтобы понимать, что вот что-то удалось мне чуть-чуть вот в этом процессе, чуть-чуть сделать для того, чтобы что-то изменить в лучшую сторону. А у вас это получается? Ну, когда как? Когда как? Иногда просто ты понимаешь, что ты не в силах свернуть какую-то систему, да, которые уже выстроены. Не сможешь, например, общаясь со студентами, не сможешь сразу решить их проблемы, которые они копили вот до этого времени. Поэтому иногда просто с сожалением разводишь руками и говоришь, ах, если бы раньше. Поэтому, ну, не всегда это. Все очень сложно. То есть вы на пути, можно сказать, и вы в постоянном поиске. Всегда. Абсолютно всегда. Правда. Потому что такая профессия, как преподавание, учитель, она предполагает все время думать о том, как донести, как объяснить, как лучше не просто воспользоваться каким-то узким материалом, а как этот материал, казалось бы, узкий, может быть, полезен вообще этому человеку, да, не дважды, два, четыре, а вот что вокруг этих таких вот цифр голых. Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, вот, скажем, оглядываясь, да, на тот путь, и вот сейчас вот вы в этой точке. Труден ли был для вас этот путь к мечте? Вот ваша мечта, вот вы педагог, да, и она осуществилась, или вы еще о чем-то больше мечтаете? Понимаете, я выросла в семье замечательного юриста, юриста и педагога. Моим папой был Давыдов Геннадьевич Павлович, доктор педагогических наук, но кандидат юридических, и когда-то государство попросило его участвовать в написании учебника для школы, учебника по праву, и он был руководителем авторского коллектива этого учебника. И я тогда была ребенком, и когда были вписаны какие-либо главы, они ложились на мою голову, на мои уши, и проверялось на мне, понятно ли мне все, что непонятно, что исправить и так далее. Поэтому вот в такой семье трудно было не стать педагогом-преподавателем, правда. Потому что это бесконечные аспиранты, докторанты, и это ты слышишь каждый день. Объект, предмет, задачи. Поэтому цирковым артистам вряд ли становится такой историей. Поэтому я единственная на курсе, я писала дипломную работу. Мы не разрешили писать дипломную работу, потому что я каждый год, учась в институте, я ездила в спецшколу для правонарушителей, работала там воспитателем, музыкальным работником, в общем, какие были возможности. И набирала материал. Поэтому у меня было много материала, у меня уже были написаны статьи в центральных печатных изданиях. И поэтому мне разрешили защищать дипломную работу, а не сдавать экзамен. Ну и потом пригласили в аспирантуру. Поэтому вот с одной стороны это на самом деле логично, с другой стороны совпало, наверное, это тоже в какой-то степени с моим призванием. Я думаю, что... Вы нашли вот свое призвание. Вы можете это сказать, да? Думаю, что да, думаю, что да. Не всегда, когда у меня не хватает ни сил, ни каких-то средств какую-то решить проблему с студентом, я думаю, ну как-то вот, ну что же, что же сделать, да? Да, да. А вот какие принципы в вашей работе вы для себя выделили как ключевые? В работе со студентами именно, да. Ну и в целом вот в вашей деятельности, вот чем вы никогда не поступитесь? Ну, мне кажется, это прежде всего правда. Это во-первых. Во-вторых, абсолютная расположенность к людям и желание добра. Глубинное желание добра. Не то, что вот сегодня какую-то конфетку дать, да. А под глубинным, я понимаю, ну какую-то генеральную линию человека, показать ему. Может быть, она действительно со стороны вот педагогам с таким опытом, там, 20-30 лет в профессии. Эти люди видят со стороны вот эти вот изъяны, которые, может быть, не видны даже родителям. Потому что родители всегда обожают. Да, они обожают это создание и не готовы отдавать себе отчет в каких-то проблемах. А вот педагоги видят, и когда показываешь этот путь, может быть, в данный конкретный момент мы лишаем конфетки той, да. Почему я про глубинные говорю. Но мы видим кардинальную линию вот той жизненной, положительной какой-то линии жизни без вот сегодняшней конфетки. Да, но в будущем это послужит как бы добрым, да, добрым. Это как раз будет вот по тому направлению. Как вы считаете, может ли в человеке, ну, конечно, может, наверное, такой вопрос, да, быть несколько там дарований, талантов, призваний. Но как определить, что же главное, и начать двигаться по этой стезе? Или же стоит заниматься вот сразу нескольким, да, развивать себя там, 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 и уже потом как бы разобраться? Или все-таки сначала надо закладывать это основание, уже вот не сходить с этого пути? Ну, вы знаете, на этот счет у педагогов и в разное время были разные точки зрения. Ну, например, во времена советской школы как-то акцент делали на том, чтобы все-таки человек избрал какой-то свой путь. Да, то есть даже не человек, может быть, а родители его, то есть не он сам, а родители решали, он должен играть на пианину, например. Бедный ребенок. И все, да. Или там заниматься фигурным катанием. Должен. Есть у него к тому склонности или потребности, физиологические даже какие-то основания. Ну, это как не волновало. Сейчас несколько иной подход. Детство – это то время, когда можно попробовать. Попробовать в этом кружке, позаниматься этим. То есть это не значит, что сегодня призывают педагоги скакать из одного вида деятельности. Распыляться тогда? Да, распыляться. Но попробовать, а когда еще? Как не вот в это время? Когда еще? Попробуйте. А вот чтобы определить, какой вид деятельности все-таки будет приоритетным, ну, как педагог, я бы сказала, надо посмотреть в глаза. Вот если горят глаза у ребенка от этого, если он говорит, а когда следующее занятие, ну, тогда надо заниматься этим, да. Мне так кажется. Да. Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, случалось ли вам рисковать чем-либо или жертвовать, скажем, на пути, да, вот в своей работе, в своей профессии? И вообще вот в вашем лексиконе это слово «риск», оно приемлемо? Ну, риск, наверное, какой-то сложный, такое тяжелое, все-таки насыщенное понятие, а жертвовать, мне кажется, педагоги жертвуют всегда, просто личным временем, потому что ты все время в ответе за тех людей, с которыми ты общаешься, все время в ответе. Поэтому, с одной стороны, ты жертвуешь временем, личным временем, может быть, даже для своих близких, потому что ты все время думаешь об этом. Ну, я не знаю, очень много времени отнимает, конечно, писание всевозможных книг, монографий, учебных пособий, да, то есть вот такой литературы, которая была в помощь, которая бы помогала вот этот опыт обобщить. Ну, вот это жертва, безусловно. Да. Как вы восполняете свои силы? Вот как, конечно, многие люди преданы своему делу фанатично, да, очень многие, и когда ты не замечаешь ни часов, ни дней, ты вот просто в профессии, ты работаешь, ты трудишься, как не сгореть, отдавая себя? Вот как вы, например, восстанавливаете свои силы, восполняете? Кто или что помогает вам? Ну, во-первых, я люблю свою семью. И очень мне там приятно, уютно находиться, и меня все поддерживают, начиная с моих родителей. Ну, и вот сегодня мы уже в браке более 40 лет. Да, у нас двое внуков. Это успех, Елена Геннадьевна. Конечно, конечно. Это успех. Поэтому, да, это правда успех, правда, потому что это правда кропотливая и каждодневная работа. То есть, если кто-то там из наших зрителей думает, что это какая-то такая веселая прогулка. Под луной? Под луной, да. То это все бывает на протяжении 40 лет, правда. Но это и труд, поэтому это и терпение, это и жертвование, это и риски. Тут все как раз вот в этом вопросе. Это все про это. Поэтому этот успех точно, его точно можно принять как успех. Да, слава богу, это здорово. Как успех, да. Как ваш супруг вас поддерживает? Он в этой же сфере работает или он совершенно кардинально другим чем-то занимается? Как вас удается вот сопоставить эти пазлы? Ну, с одной стороны, просто с другой стороны, не сказала бы. Мы в разных сферах. Но, наверное, в одной мы как-то помогаем людям просто контактировать. Он у нас налаживает бизнес-контакты с Норвегией. Поэтому тоже помогает людям понять друг друга, услышать друг друга, прийти к взаимопониманию. И поэтому мы вот в этом смысле мы на одной волне абсолютно. Потом он тоже человек творческий, активный, поэтому у нас дома не скучно. Это здорово, это здорово. Это точно. Елена Геннадьевна, вот, конечно, у вас тоже такой особенный вид деятельности. И вот были ли у вас моменты, когда были какие-то сомнения или страхи, или переживания? Вот где граница между «я боюсь» и «я это делаю»? Было что-то подобное в вашей практике? Интересный вопрос. «Я боюсь, это делаю». И как справлялись вот с этим? Вот какие-то, может быть, шаги, вот совершенно вот для себя даже удивительные. Было такое? Когда вы удивлялись, да, ну надо же, я смогла, вот у меня получилось. Ну, наверное, самый такой был запоминающийся момент в жизни. Это когда я закончила аспирантуру Академии педагогических наук. И мне предложили одеть погоны. Вот. Это вот такая же реакция, да? У меня вот такая же реакция. Погоны? И что я там буду делать? И вообще, так посмотрите на меня, я что-то похожее. Но, да, мне объяснили, что в местах лишения свободы нуждается, нуждается, скажем так, в широком понимании социальной работы. В каком-то новом подходе к процессу обучения или новом, хотя бы, какие-то нюансы нужно учитывать, специфику. Вот. Я подумала, ну да, я вот тут действительно могу. Да, помочь. Да, помочь. Поэтому, ну рискнем. Да. Одеть погоны. Ну вот рискнула. Что для вас это было опыта такой интересный? Это было совершенно неожиданно, конечно, но я приняла предложение такое, да, казалось неинтересным. И потом уже докторскую диссертацию я уже защищала, будучи в погонах, поскольку думала, что надо уже с педагогики переходить в сферу юриспруденции, подкрепить те наработки педагогического знания, уже закрепить их нормами права, чтобы они уже начали работать. Ну вот тогда так. И поэтому сейчас я полковник в отставке. Вообще. Да, на геннаде? Ну так, выбор успеха. Мы о нем, да, действительно, это удивительно. Вот скажите, пожалуйста, для вас есть ли вот какой-то человек, да и, может быть, да, он был, то прям вот пример, и кого бы мы могли бы выделить? Кто для вас профессионал с большой буквы? Может быть, вот на кого бы вы хотели равняться или равняетесь? Есть такое? Да, конечно, это мой папа. Это мой папа. Все равно по профессионализму, по той самоотверженности, той отдаче и пониманию себя в профессии, понимании себя просто в глобальном процессе страны, если хотите. То есть правовое воспитание, это он один из основоположников в нашей стране, правового воспитания школьников вообще несовершеннолетних. И вот то, сколько он работал над этим различными путями, то есть это и учебник, это и повышение квалификации педагогов, это и, собственно, преподавание и в школе, и в вузе. То есть это комплекс мероприятий, он понимал, что это, ну вот он не мог написать просто учебник и отдать его кому-то. Он должен был объяснить, он должен был научить, как рассказывать детям о сложных материях юриспруденции. Поэтому вот он, ну вот он, как, так вот просто правда, это вот путь, его путь жизненный абсолютно. Если я вот так, я простираю руки и говорю, если папа меня там видит, то я стараюсь быть. Я думаю, что у вас это получается блестяще на самом деле. Ну, история покажет. Поэтому да, Елена Геннадьевна, у нас совсем мало времени остается, к сожалению. Хотелось бы больше с вами поговорить, пообщаться, узнать ваши какие-то секреты, как вот, как вы справляетесь со всем. Вот давайте попробуем резюмировать и определить все-таки, вывести, может быть, эту формулу. Какова ваша формула успешной профессии, успешного служения людям, успешной жизни в браке. Вот какие-то, может быть, такие опорные точки вы, секреты, советы, ключи могли бы дать нашим зрителям? Ну, для начала это любовь к людям. Просто нужно любить все человечество. Ближнее, дальнее, это не важно. Пытаться их, отношения эти гармонизовать, какие-то острые углы обходить, улыбаться, как мы сегодня с вами делаем. Мы просто показываем, как это делать. Улыбаться, да, действительно, юмор в отношениях, это всегда формула успеха. Компенсирует многие вещи. Абсолютно, абсолютно. Поэтому улыбайтесь, друзья, идите к своей мечте. Это правда. Идите к своей мечте, и точно мечта тоже должна быть, да. И понимание. Человек светится тогда, когда он делает свое дело. Он радуется этому, да. Он каждый день радуется. Поэтому, если вы видите счастливого, улыбающегося человека, он точно достиг своей цели. С горящими глазами. Конечно, конечно. Спасибо вам огромное, Елена Геннадьевна, за ваш свет в глазах. Спасибо вам. За ваши улыбки. Ну, если увидели, то хорошо. Да, да, это правда. Спасибо за те, действительно, уроки, которые вы нам сегодня дали. Я верю, что для многих это было очень полезно. Точки, шаги, это все просто пойдет на пользу. Дорогие зрители, спасибо вам, что вы были с нами. Не бойтесь мечтать. Будьте смелее и мечтайте по-крупному. Елена Багреева, Анна Федорова. Это была программа «Формула успеха». Оставайтесь вместе с телеканалом ТБН. Оставайтесь вместе с телеканалом ТБН. Оставайтесь вместе с телеканалом ТБН.